В настоящее время очень мало мастеров, занимающихся войлоком, изготавляющих войлочные изделия. Мы восхищаемся, если увидим в домах текеметы домотканные красивые ковры. В городе Атрау живет человек, занимающийся этим национальным ремеслом. 70-летняя Дина Сабытайкоза вручную изготавливает красивые изделия из войлока и дарит их в качестве подарка. Наша съемочная группа встретилась с мастерицей. Действительно, в настоящее время сельчане не знают, куда девать шерсть домашнего скота, стрижка которого осуществляется два раза в год. Приходится сжигать ее. Сейчас в селах уже нет, как прежде, бабушек, которые моют, чистят, потом и придут эту шерсть. А ведь из нее можно изготовить много полезных и красивых изделий. Необходимо пропагандировать этот вид национального искусства, чтобы он не исчез навсегда из нашей жизни. Мы росли, видя, как наши бабушки сбивают шерсть, чистят ее, готовят из нее домашние коврики, алашутики, меты. Сечением времени все поменялось. Я даже вижу во сне войлок. Заметив в соцсетях рисунки, публикации, я начинаю думать, как могу изготовить ту или иную вещь. Дина Сабытая Эхзэ не хочет продавать ни одно из своих творений. Все изделия, которые она изготавливала своими руками, носят ее дети и внуки. Пользователи соцсетей, увидев работы мастера, ограничиваются только лайками. Если есть желающие обучиться этому прикладному искусству, то бабушка готова помочь освоить это дело. Я не думаю о том, чтобы продавать свои изделия. Если есть желающие, могу научить. Хочу оставить на память своим потомкам. В каждую свою работу мастер вкладывает душу. В каждом изделии из войлока отражается наша история. Изготовление войлочных изделий требует терпения и трудолюбия. Поэтому не все могут освоить это ремесло. Не хотелось бы, чтобы наступили такие времена, когда об этом национальном виде искусства люди будут узнавать только из уст представителей старшего поколения. И войлочные изделия выставлялись бы только в качестве древних экспонатов в музее. Достану Мурсалин, Кабыл Гумаров, телеканал АТРАО.